Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Однажды из-за наркотиков у Даны Борисовой даже случился сердечный приступ. Выходит, то, что Андрей Малахов молчал о ней, в надежде, что она исправится, два года, это еще не рекорд. Бывший возлюбленный и скандально известный телеведущий хранил ее тайну еще дольше, три года. Только сейчас бизнесмен из Германии Алексей Панков в откровенном интервью подтвердил, что телезвезда давно имеет проблемы с наркотиками. С ним Дана пыталась построить любовь в 2014 году. Панков и Борисова познакомились на шоу «Давай поженимся». До ЗАГСа молодые дойти не успели, вдрызг рассорились, а потом поливали друг друга помоями через СМИ. Дана обвинила бывшего любовника в том, что он ее преследует и якобы угрожает. Бизнесмену даже пришлось обратиться к юристам, чтобы спасти репутацию. Блондинка же заявила на него в полицию. Алексей утверждает, что в те месяцы разборок он бил тревогу, но его игнорировали. «Я же тогда знал, что она принимает наркотики, но меня никто не хотел слышать. Все, что я пытался донести, оборачивалось для меня черным пиаром», — пожаловался Панков. Бизнесмен рассказал, что однажды, когда Борисова гостила у него в Берлине, у нее случился сердечный приступ на фоне приема запрещенных препаратов. Мы тогда только начали встречаться, я еще не знал о ее проблеме. Даня вдруг стала плохо, я вызвал скорую. Врач, взяв кровь на анализ, уже тогда мне сказал, вы понимаете, что это наркотики. Я не мог поверить в это. Но анализ-то врать не может. Цитирует Панкова сайт телепрограмма, про «Мужчина хотел помочь телеведущей. Я пытался поговорить с ней, но она отпиралась, уверяла, что это таблетки для похудания, сейчас мне очень ее жаль, хотя она сама себя до этого довела. Теперь, надеюсь, люди понимают, что она несла обо мне бред. И надеюсь, ей стыдно, хотя сомневаюсь», — резюмировал Алексей. Напомним, в данный момент Дана проходит лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, куда ее отправил Первый канал. Блондинка рассказала, что в этом раю на Земле ей совсем не сладко. Для начала Борисову смутил ранний подъем. Затем она лишилась любимого гаджета и всех таблеток, который сумела провести через границу. «У меня отобрали телефон. Это было очень жестоко», — пожаловалась Дана. «Я ничего не ем. Не могу физически ничего есть. Я слабая. У меня страшные фобии. Последние пару месяцев я боялась выходить из квартиры, садиться за руль». На третий день пребывания в клинике в Таиланде Борисова сообщила, что у нее была кошмарная ночь после того, как специалисты забрали у нее все снотворные таблетки. А еще телеведущая застудила себе внутренние органы, просидев долгое время на холодных камнях. Дане помогает держаться единственная мысль о дочери Полине. И еще Борисова мечтает реабилитироваться. «Я не конченый человек. Я способна на большее», — заверила попавшая в беду телеведущая. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!